Друзья, этот чудо-аппарат появился в инфопросторе пару недель назад, и мы сначала не хотели делать на него обзор, потому как у нас не было никакого его видеоизображения, что нам удалось, хоть и не очень так и удачно из-за множества посетителей исправит на выставке сброя табы спека. Так вот, частное акционерное общество «Рамзай», входящее в состав ГС Лига оборонных предприятий Украины, продемонстрировало свою разработку, первый в Украине ударный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. При этом, стали известны точные характеристики этого летательного аппарата. Этот БПЛА называется РЗ-500. Его взлетная масса 500 килограммов, а боевая нагрузка 100 килограммов. РЗ-500 может находиться в воздухе до 3 часов. Максимальная дальность составляет 300 километров, а тактический радиус не менее 60 километров. Силовая установка Pystone Type имеет мощность в 150 лошадиных сил, и это обеспечивает девайсу крейсерскую скорость полета в 180 километров в час и максимальную скорость до 210 километров в час. Статический потолок до 2500 метров, динамический до 4000 метров, скороподъемность до 10 метров в секунду. Также, стало известно, что РЗ-500 может выполнять не только ударные функции, но также и разведку и целеуказания, в частности для управляемых снарядов и других боеприпасов с лазерным наведением. В состав беспилотного комплекса разработки «Зао Рамзай» входит 1-2 БПЛА типа РЗ-500, подвижная наземная станция управления с терминалом приема-передачи данных, средства транспортировки, хранения и технического обслуживания. В общем, после ударного стелс БПЛА это второй такой беспилотный аппарат на выставке этого года и судя по всему наш украинский Абранпром всерьез обратил внимание, учитывая так сказать успешный опыт турецких товарищей в реальном использовании БПЛА на именно беспилотные аппараты разного типа и назначения. Кстати, такими аппаратами могут похвастать далеко не все армии мира потому как это технологически довольно сложно. И такие девайсы есть в основном как в народе говорят у продвинутых армий крупнейших стран мира таких как те же братские Украине и США, у которых например есть вот такой вот девайс под названием MQ-8 Fire Scout. В общем, было бы неплохо, чтобы такие аппараты были в украинской армии, но для этого нужна, как говорят, политическая воля которой почему-то на очень многие проекты по неизвестной нам причине не хватает. Надеемся, что на вот этот аппарат и еще на стелс БПЛА под чудесным украинским названием Ice One Year, этой самой политической воли так и хватит. Субтитры создавал DimaTorzok